Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики канала, играет и комментирует для вас Слуцкий Александр, мы продолжаем проходить карьеру вокруг света FIFA 19, возглавляем Андерлехт, уже добрались до февраля 2019 года, скоро догоним реальное время и вроде как наладили игру, изменив тактику немножко и задачи игрокам и сразу что-то стало получаться, сразу разгромили, сразу в двух матчах подряд, сразу-сразу-сразу соперников своих, ну и с Шахтером надо отыграть, я сначала, ну в прошлой серии говорил о том, что хочу выпустить основы даже на гостевой матч, но думаю, что все же надо дать передохнуть лидерам и дать опять-таки практику тем, кто мало у нас играет, тому же самому Саефу, пусть выходит вместо Амузу, Амузу в запас пойдет, Амузу пойдет в запас вместо Верхайрина уставшего, вот, вот, и думаю, что надо дать практику, получается, Каэмби, и даже он вместо вот Геркинса сыграет вот здесь, Геркинс тоже в запас пойдет у нас вместо Жюля, и пожалуй все, враньише, конечно, можно выпустить вместо Барнаула, вот, но Барнауф головой, помнится, забил в первом матче с Шахтером после угла, ну давай, ладно, поставим сюда, и Барнаула так тоже в запас Баккали и Демата останутся Каэмби вот с этими подключениями, надеюсь, поможет нам, но правда у него завершение, так себе Дидион уже 77 рейтинг, очень-очень-очень неплохо Демату я оставил, потому что хочу, чтобы он здесь наколотил голов и в Лиге Европы тоже Баккали, отлично Остановился, передача, и гол Ну вот, 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 тактика великолепная Фланговые атаки у нас совершенно по-другому стали смотреться, Саев забил Слишком широко располагались крайние нападающие, слишком И были отрезаны от игры в большей степени, а сейчас, а вот сейчас другое дело Дэн Донкер, ну, чуть послабее могло и зайти, на самом деле Ох, Дидион, жаль, что пропустил все-таки Какой сейф, а? Ну и надо отдать должное, Шахтер стандарт разыграл качественно Мы им с угловых забивали, а теперь вот они Здесь вот, конечно же, Салимакерс Нет, не Салимакерс, а кто там у нас? А кто там у нас оказался? По-моему, это был Требель как раз Не смог выиграть верховую борьбу Хотя, может, и Салимакерс, не знаю Требель, неужто? Давно, кстати, не оказывался он на атакующих позициях А тут, на-ка тебе На-ка тебе На-ка тебе-ка Взял да и забил На линии штрафной получил мяч и приложился Пятов не выручил И Саев, голевая передача Гол плюс пас Может его почаще использовать? Ох, из-под защитника здесь Немножко повезло, что не заблокировали удар Общий счет получается 6-1 уже С Шахтером Дэн Догонкер продолжает бомбардировать издалека Ворота соперника Когда-нибудь он забьет Какую-нибудь красоту Красиво Баккали Выручает Пятов Сейчас среагировал Надо было забивать, конечно 2-1 Победа в первом тайме В 45 минут еще играть Я думаю, что тут, конечно же У Шахтера уже никаких даже малейших шансов нет Им знаете, сколько нужно забить, чтобы пройти нас Так, получается 6-2 даже их не устроит Им надо счет 7-2 6 мячей им нужно забить за тайм Как вам такая задачка? Я думаю, невыполнимая Абсолютно Требель Еще один шанс у него Уходит от защитника в ближний угол Прикладина попадает Каэмби Здорово Еще один навес Слишком высокий Демата Надо ему поактивнее, конечно, идти вперед Нужны голы от него Я что, его просто так, что ли, выпустил? Такс, 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 такс Какие еще замены можно сделать? Даже не знаю Сам Белоконга Давай выходи Вместо Требеля И я думаю, Геркинс все-таки выйдет, сыграет вместо Каэмби Баккалил стал у нас У него регресс, что ли, пошел 73 рейтинг У него же был 74, насколько я помню Эх, ну давай Музу справа побегает Каэмби О, исполнил Ну тут время было, конечно И никто не мешал 3-1 Забивает Каэмби С плохим завершением Но прямо перед заменой успел-таки, а? Успел отличиться Слушайте, ну С его воркрейтами Вот Высокий в атаку и низкий в защиту Его реально нужно ставить не на опорника Иначе он проваливает свою зону Чуть ближе к атаке его ставишь Бокс-ту-бокс И он идеально вписывается тогда В конструкцию Ай, красиво Саев Такой был бы Каев Если бы ты забил Амузу Классную передачу вырезал Прям очень четкую Точную И снова Амузу с мячом Обыграл защитника Передача Забивать нужно здесь Забивать нужно здесь Забиваем таким И кто это сделал? И это сделал Демата Я дождался от него забитого мяча И вновь Амузу И вновь вырезает на Саефа В этот раз Саеф уже, ну, подустал Поэтому не успел Перекладина Это Дэндонкер пришел Но не залетает у него пока Хотя удары классные Амузу свежий Продолжает тут носиться Убегать от защитников Подача А, я думал Дэндонкер сейчас Все-таки ударит поворотом Геркенс на подборе Снова Геркенс Это что такое? Я нажал передачу уже 3 года назад О, Геркенс Плохо вышел 4-0 Дома 4-1 В гостях 8-1 Шахтер вынесен просто Ну, ну и понятно Так А что будет интересно у нас дальше? Какой соперник? Саеф лучший игрок матча Вот так Донкер говорит спасибо Пресс-конференция Перед ответным матчем с Брюки Само собой Критика тренера 1-1 Напомню В гостях сыграли Тут еще ничего не решено А теперь оценим Результаты 1-16 финала Лиги Европы Итак, Лейпциг Здесь прошел 1-0 По общему счету Со Страсбуром Милан Прошел 4-3 Монако Вот это была пара Фейнор Прошел Митюланд Арсенал По главному чужому полю 2-1 Выиграли Валенсию В гостях И прошли Тоже парочка такая себе Конечно Почему сразу в 1-16 Такие мощные ребята Встречаются друг с другом Аякс прошел Шальки прошел Байер прошел Челси прошел Ну само собой Лацио Рома вылетела От Вильяреала Ничего себе Хофенхайм прошел И Аяк прошел Тоже Так же как и Селтик Марсель прошел Севилью Леон прошел Ну и Андерлехт прошел Итак Аякс Андерлехт Оооо Ребята В реальности Аякс творит что-то С чем-то В Лиге Чемпионов Реал вынесли И вообще Очень красивую Игру показывает Ну посмотрим Россыпь звезд У них там молодых Будет непросто Мягко говоря Но будет Крайне интересно Я думаю И мне нравится Что мы первый матч Играем Именно в гостях В Голландии Вильяреал Фиенорд Байер Лейпциг Аяк Арсенал Такие вот пары здесь Ну и Лацио Шальки Селтик Милан Хофенхайм Марсель Леон Челси По прежнему еще Очень много команд Которые Сильнее нас по классу Вот Ну это и понятно Ну что С Аяксом будет тяжело Ну-ка по календарю Когда мы там с ними играем-то Когда Ну да Я же говорил Здесь у нас очень много матчей Будет На Начало марта Вот эта неделя Вообще Четыре матча за неделю А как вам такое Как вам такое А в понедельник В среду В пятницу И воскресенье Да Реалистичный календарь От Electronic Arts Конечно Конечно Да Локерин Нас ждет Еще в этой серии Ну да А потом уже в следующий Вот у нас матч С Аяксом Ой я не знаю Кто вот здесь будет играть У нас я думаю второй состав И третий состав Что-нибудь такое Опять возможно проиграем Из-за этого Но Как-нибудь уж постараемся Противопоставить что-то соперникам Ладно Надо проходить Брюгги И выходить в финал Кубка Бельгии Состав у нас готов И тактика тоже Единственное Я изменю Демати задачу Пусть он Сбалансированную ширину Демонстрирует И не ложную девятку А пусть забегает за защитников С Брюгги Они все-таки должны играть Первым номером Им нужно забивать А мы постараемся их поймать И вот Демата Своими забеганиями За спину Возможно это и Сделает Очень тяжелый Непростой матч У нас был в гостях Но там еще Это дело было До смены тактики После смены тактики У нас полегче пошло В каждом матче По 4 мяча отгружаем Если с Брюгги Отгрузим 4 Будет шикарно А мы зу Летит по флангу Просто его никто Не может остановить А мы зу А кому отдать передачу-то Назад на Демату Можно было забивать сразу Хорват на месте Здорово Геркинс Никто не может за ним успеть Геркинс Ё-моё Все-таки успели Ты посмотри Съели Геркинса Так хорошо бежал Еще один удар Это уже Амузу Получаются Получаются Фланговые атаки У нас Подключение Очередное Полузащитника И это опять Трибель Ты посмотри Раззабивался у нас Раззабивался Трибель Тут конечно Помог Рикошет Как мне показалось Давайте посмотрим Повтор По-моему он попал В защитника Из-за этого мяч Так полетел Неконтролируемо Вратарем Ну да Попал в защитника И он срезался В ближний угол Хорошо Нет офсайда У Бакали вроде как Бакали Ну нет Ну я раньше пас отдавал Отменить уже не успевал Демата Прекрасное открывание Можно на дальнюю играть На дальнюю играть На пустые Почему сюда пас Да что ж такое-то Фифа Ну стик вверх Вверх Стик Почему паста идет Назад Ой Посильнее надо было Может быть Выжить Тогда бы туда пошло Жесть Демата мог и сам забивать Милич Ну нет Какой ложный замах От центрального защитника Успевает Барнау Заблокировать Хорошая была позиция Для удара Опасная Могли брюги Сейчас отыграться Подача Геркенс Справился здесь И в контратаку Побежим или нет Амузу Ой нет Затерли Демата правда здесь Затер уже соперника Амузу Останавливается Ждет подключения партнеров Дальше Баккали Ахаха Оставалось один пас отдать Был бы выход один на один Требель Демата Пятка и передача заблокирована Салимакерс Что ты натворил сейчас Всех раскачал Просто все обороны Брюги Они ждали Что он будет делать передачи Он пошел сам И наказал Отличный завершающий удар 2-0 Вот так С позиции правого защитника Подключился Сместился в центр Раскачал одного Второго И ударил Прекрасно Два мяча теперь нужно забивать Брюги Тогда они по гостевым голам Выйдут в финал Баккали На Демату Не пройдет Назад не хотелось играть Это не приносит пользы В последнее время Баккали Опять Прострел на дальнюю штангу Нет Опять не то Первый тайм Очень уверенно Опять проводим Как же мне нравится Как теперь команда действует Вот это совсем другое дело Кажется мы нашли подходящую Тактику Для этих ребят И для первого И для второго состава В принципе Так Ну я не знаю Можно ротацию применить опять Давай сам Белоконга Вместо Трибеля Постоянно они выходят Саев Который Себя проявлял Вместо Баккали На правый край Ну и в принципе Наверное все Верхаирена Можно еще выпустить Но чуть попозже Амузу уж очень хороший Ну А я хотел сказать Наконец-то Демата Опять забивает Но Не тут то было Штанга Опять чуть-чуть Не хватает Демата Красивый пас Амузу Ну Идеально На паузе Чтоб защитник пролетел И уже Сам Белоконге Никто не мешал 3-0 Ну что Четвертый будет Традиционный уже наш Сам Белоконга Там на дальней Штанге Хотел сказать На дальнем фланге Никого Амузу Амузу Суперскорость Амузу Хотел сам Не получилось Вот после такого Можно менять Уже Амузу За то что пожадничал Ну и подустал Давай выходи Давай Саефа туда поставим На свою позицию А направо Верха Справа Верха 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 Хотя он левша Вроде же Нет он правша Как раз Вот нормально Как Саеф Вылетел Там Был близок К тому Чтобы забить головой К сожалению Удар акцентированным Не вышел Саеф Очередная Развернувшаяся Наша контратака Саеф Хорош Четвертый гол Все таки состоялся В ближний угол Саеф Разыгрался А я думаю Что его нужно В запас поставить Как сам Белоконгу И Каэмби То есть вот эти три Футболиста Которые у нас В принципе не попадают Ни в первый Ни во второй состав Они будут выходить у нас Со скамейки запасных И тоже получать Игровое время Ну просто На скорости Тут ушел Уже никто за ним Не успевал И в ближнюю девяточку Ой прекрасно Ой прекрасно По-моему Рикошет был при навесе Но тем не менее Мяч полетел Прям на голову Демате Который оформляет Пятый мяч Сколько у Дематы Интересно За сезон уже забито Ох Дорого он будет стоить Когда вернется В Вольсбург Ох Дорого Ну прекрасный навес Получился Хоть и Да вроде Рикошет был От защитника Демата Каков Выпрыгнул Ударил Пятый гол В кубке А сколько в чемпионате В Лиге Европы Еще Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Все-таки пропустили Один гол Но это было смешно Штанга-штанга Добивание в пустые Уже Ну угловой Да Угловой Воусен Кстати который Забивает больше всех В чемпионате Бельгии По-моему На первом месте Среди бомбардиров Отличился Все-таки В кубке с нами Ну что 5-1 Жаль Хотелось Сухарик Ну что ж 5-1 Да На один гол Больше забили Но и пропустили К сожалению Хотя С Шахтером Тоже пропустили Один После стандартов Да Все равно Часто пропускаем Очень часто Да Здесь повезло Хотя в дальний угол Был бы залетел Я думаю Вполне возможно После удара Требеля Ох Хорошо Как же стало Результативно Играть наша команда И прям Ощущаешь кайф От этой игры Я стал чувствовать Снова команду Что все в порядке Все то что я хочу Происходит Почти Не всегда Конечно Практически Всегда Геркенс 9-3 Демата 9-1 Саев 9-4 Гол забил Голевой отдал Опять Во парень Разошелся Цепляется за свой шанс Награда Тренеру Тренер месяцем Так Отчет И пресс-конференция Против Локерина Доиграем Трон Солид Давай критикам Как обычно Проигрывать Никак нельзя Потому что Стандарт Очки терять Перестал И они Играют Раньше Постоянно И нас Как бы Догоняют В туре Пока мы Не сыграем Но вот Сейчас Опять Та же Ситуация Ну Сантини Болоси Верхарен Так Погоди У Сантини Какая задача Стоит Таргетмен Да Все правильно Все вроде бы правильно У всех остальных Тоже правильные задачи Стоят Единственное Что опять таки Я Саефа поставлю В запас Он очень хорош Поэтому Пусть будет Вместо Бакали В запасе А Бакали Вообще Что-то реально Сдал У нас немного Хотя Стандарта Очень хорошо Подает При этом При всем Вот Ну что Сам Белоконга Каемби Саеф Если что Выйдут Или Демата Там посмотрим Абсолютно точно Нужно выигрывать И абсолютно точно Не позволять Приближаться к нам Хотя там вот Вся эта вереница Преследователей Потихонечку Распадается Но Стандарт Не хочет нас отпускать Играет соперник По схеме 4-2-3-1 Увидели знакомые Фамилии Пишите в комментариях Как обычно А мы начинаем матч Верхарен Подача На дальнюю штангу Хороший Какой навес Какой же Хороший навес И как же Обидно Что не пробил Там А кто там был Кстати Жуль по-моему Подключившийся Дебаси Ну что Тоже подаст А вот это Странный навес Пошел какой-то Мерхарен Еще одна подача Кумс И все-таки Пробил за Шивора Так Вратарь вытаскивает Волоси в этот раз Не смог на дальней Замкнуть Навесы-то хорошие идут Жуль Подача Слишком далеко От Сантини Ох Так и спину Можно сломать Вот это полетел Конечно там Футболист Соперников наших Макаренко Ух ты Разрядилась Пушечка-то Украинская Волоси Навес Наверхарена Но вот Верхарена Конечно за такие Мячи В отличие от Болоси Как раз таки Бороться невозможно Из-за роста Жуль Заряжает Плохо Заряжает Вот кстати Можно и Желтую дать За такое Если честно Давай Кумс Только хорошо Забеги пожалуйста Я тебя Очень прошу Или Жуль сам Да давай Жуль сам Забежит А ему Пас отдадим Но плохо Забежал Хотя Почему верхом Почему я верхом Подал Почему я подал Верхом Надо было Низом Стрелять И все И замыкать Так то Хороший розыгрыш Получился У нас Стандарт А вот удар Кумса Который зашил Вратарю Мящик Посылал И здесь Вратарь успевает Но понятное дело Что он не из-за линии Вытащил Иначе он бы не смог Перевести На угловой Кумс Подача На Сантини Вратарь Баласи Баласи Блокируется Удар Еще один угловой Очень много угловых Очень много угловых Жуль Навес На Сантини Снова Вратарь Подбор Жуль Пас в центр Переводим мяч На другую Часть Штрафной Скажем так Верхайрен Навес И вот здесь Можно пробивать Да что ж такое-то Чуть-чуть нам не хватает Навесы Хороший Верхайрен делает Ой Пумс Великолепно Верхайрен Верхайрен Передержал Уже доверного Хотел выкатить Заканчивается Потихонечку Первый тайм А забить-то у нас Никак не получается С новой тактикой Между прочим Сантини Успевает Наверхайрена Сыграть Верхайрен Один в один Сложно Назад играет Жуль Через Макаренко Разворачивает На Кумса Кумс Кумс Жуль Сантини Сантини Хорош Ну наконец-то И Хорват Отличился Вот сейчас Взял на себя И девятнадцатый номер Проявил Бомбардирские качества Давно Не забивал Один ноль Очень важный гол Сейчас Такая игра была Вязкая Не использовали мы Там свои шансы А вот тут Использовали Да не успел накрыть Защитники Удар точно пошел Четвертый гол Чемпионате От Сантини На третьего Но Сантини Надо было Как-то надо было Выдать эту передачу Понятно что там Прочитал Защитник Но чуть дальше Бы от него И он бы не дотянулся Опять провал Здесь Передача О ясно Кумс не добежал Баласи Красиво Хотел обыграть И снова Аранс Вот Надежный Защитник Я рад этому Подписанию Не зря Достаточно много Денег заплатили Очень надежно Играет на своем фланге Очень надежно Так Ну и традиционные Наши замены Сейчас пойдут Я думаю Вместо Жуля Выйдет Каемби Наверное Сам Белоконга Вместо Кумса И Саев Вместо Верхайрина Который здорово Провел первый тайм Сантини Баласи И Саев Баласи Выдал передачу И Саев пробил Или Саев Защитники тоже Правда не дремлят Заблокировали удар Но на самом деле Хорошие вот эти вот Прострелы у нас Получаются Сам Белоконга Перевод на Каемби Сантини Сам Белоконга Уже внутри штрафной Прострел И головой Нет Не успевает Аранс подключился Успеет здесь или нет Угловой нет Да Угловой заработал Баласи подает Навес На Сантини Неплохо кстати Летит Его здесь можно забивать Долго В одно касание Нужно было Каемби Замах Подработал себе мяч Еще момент у Сантини Отлетел к нему Мяч Конечно здесь повезло Но дубль Дубль Хорвата 2-0 Главное вот Минут Следующие 10-15 Не пропустить И тогда спокойно Доведем дело До победы Вообще освежили Центр поля И как бы Локерина вообще Шансов Не стало Даже подходов Почти нет Спокойно владеем Мячом Спокойно раскатываем Сам Белоконга И вот опять Фланг провалился Здесь Баласи Пытался прострелить И заработал Угловой Очередной Сам же будет подавать Центр штрафной Подбор Нет Не получилось Баласи Ну опять Реализация Хотя с головы С головы Конечно Он должен был Здесь забить Опять Хорошая подача С левого края Идет у нас До этого Верхайрен подавал Но вышел Саиф То же самое делает Баласи Красивый дриблинг А ударил Битаги Сантини Ничего себе Ударчик Это Филиппович Какой-то Вот это зарядил Там еще такая Траектория Полета мяча была Вильнул он В самом конце За это у нас Шведский вратарь Конечно Растерялся немного Попал бы в створ Филиппович Был бы гол Очень красивый гол Макаренко Вот это удар Еще и добивание Неточное Правда От Баласи Ох Макаренко Тоже красоту Мог положить Но штанги Виной тому Что мы не увидели Забитых мячей Дальними ударами Что у соперников Со штрафного Что вот Макаренко Приложился Три очка в копилочку Идем дальше Надеюсь что Отрыв хотя бы Раз уж Не от стандарта От других команд Вырос Сборная Парагвая Связалась со мной И хочет чтобы я Возглавил Эту команду Но я им Откажу Пресс конференция Ребята Перед матчем с Аяксом Гостевым Ну покритикуем Покритикуем тренера Так ну что Состав то у них Кристенсен Магалан Блинт Тальяфико Сингрейвин Де Йонг Зиеш Конечно же Ван Дебек Нериш Хюнтелар Хюнтелар кстати У них В основе Интересно Критика тренера Ну надеюсь на контратаках Разорвем Аякс конечно будет Дико атаковать Но мы попробуем Сыграть В контровыпадах Тем более у нас Получается в последних матчах Очень хорошо Реализовывать шансы Когда нам дают Пространство Это прям Очень и очень нравится Мне Ну и основа вроде как Полностью готова К такому мощному Сражению С Аяксом Да уж Ну и как вы видите Два матча Нас ожидает Очень непростых Потом чемпионат Из-за того что Аякс Вылез Скажем так На восьмая ЛЕ Но там какой Никакой запас есть Поэтому будем Ориентироваться Само собой На Лигу Европы Но это уже будет Естественно В следующей серии Дорогие мои Друзья Зрители Подписчики канала Не забывайте Про лайки И комментарии От вашей активности Зависит Собственно Насколько Часто выходят серии Все Пока